ну вот начались мои проблемы видите включила насос спарит вода все пошла вода вон она пошла в подвал вода земля начала оттаивать сейчас будет сбегать с сопки вода и все через мой колодец вот они вот что делать как быть я не знаю сейчас там вот тяпкой надо подправить это промокну побежала пробила вот там лопаты видите как она бежит все колодец переполнился теперь нельзя отключать насос пускай все время вытекает лишняя вода солнышко и вот такое у нас небо ну а я иду на кухню день только начинается сегодня воскресенье и хлеб надо ставить и кушать варить ну и поболтаем обязательно поговорим я пошла на кухню муся уже здесь он собаки лают в общем жизнь продолжается тут маркиз сидит или маркизик ноги иди погуляете иди солнышко сейчас я вам покажу чтобы не было голословно вот у меня полки здесь видите все это стоит этот коридор он еще без отделки надо его тоже доделать а вот колодец на котором стоят ведра вот я заглядывала сейчас вот она бумага тут вот цемент тут кошачья еда это вот мусор я собираю бумажки которые потом буду жечь и вот мой подвал включила свет хотела зайти и быстро быстро убежала девочки вот она вода вот видите вот все а вы говорите тут что хочешь вот за что хочешь зато схватить вода пошла он моя картошка видите как она растет она растет уже тепло надо отдушина сегодня залезу отдушина открою вот мои хорошие видите мои проблемы начались и начинаются они с ранней весны вода поперла она идет через подвал и вот тут вот думай с чего начать что-то делать еще рано потому что еще погода не выстоялась так сказать непонятно и сегодня тепло завтра может снег упасть с цементом работать еще нельзя я знаете что хочу вот у меня пол курицы сейчас я ее буду как бы она растает я хочу потушить картошки с курицей солянку съели но ура делала казанок вот этот мы ее съели вера ела ела ведь мама очень вкусно давно просто на горячего не ела а борщ она терпеть не может поэтому солянка у ней убежала я сейчас быстро замешу хлеб сделаем темного хлебушка не светлого темного почему потому что сегодня хочу сделать еще пиццу вот она ржаная мука вот такой вот пакетик я вот так использовал у меня вот видите еще в пакетике есть возможно на сегодня хватит ну посмотрим спеку хлебца картошки просто картошку и курицу натушу и больше заморачиваться не буду и пиццу сделаю на сковородке записала рецепт потому что забыла там 2 яйца мука 9 столовых ложек кефир или сметана 8 столовых ложек и соль все это для теста на сковородке девочки на сковородке и выписала вот вопросы прям выписал девчата всем огромное спасибо за ваши комментарии вот после после моего последнего видео где я показываю закупки но кто со мной давно тот пишет нормально все таня твои обычные покупки но кто-то видать только недавно к нам пришел на канал и в шоковом состоянии прибывает я вам развею ваш шоковое состояние не впадайте в панику это не скупка товаров это для меня самое что ни на есть обычная покупка девочки я живу на горе не забывайте я живу на сутки вот сейчас земля оттаивает очень трудно спуститься с сопки вниз молодежь она прыг-прыг-прыг и сбежала а я иду меня ноги едут я боюсь лишний раз пойти боюсь упасть конечно боюсь руку и ногу сломать это естественно у меня возраст не 15 жилет девочки мои дорогие но это я понимаю что кто-то понимает а кто-то это не понимает и понять меня не хочет и пишет лишь бы что-то написать и показать себя сама умным в этом мире но я тоже не глупая я не дура и мне уже 60 лет вот потом тоже был такой комментарий то не может быть вам поменьше показывать свою жизнь девчат еще раз тоже скажу что я показываю свою жизнь такая какая она у меня есть я знаю сейчас написано вы же открыли свою жизнь для многих людей терпите эти комментарии да мне мне конечно все это известно сейчас я сделаю так чтобы падала не не от окон блики шли мне это все понятно девчата это все понятно я об этом не переживаю я уже с этим срослась как говорится понимаете это не первый день у меня канал чтобы я там до слез переживала о чем-то то что написал или сказал но единственное единственное но прежде чем писать какой-то комментарий нужно подумать включить свою голову хорошенько подумать как будете выглядеть вы после этого комментария понимаете сейчас буду хлеб замешивать он вера проснулась вот татьяна иванова ну тут неплохой комментарий но я сейчас прям его зачитаю она пишет если честно то какие у вас финансы то есть пенсия что вы имеете возможность тратить деньги в неделю пять шесть тысяч это четыре недели двадцать четыре двадцать пять тысяч плюс доставка а у меня пенсия семнадцать тысяч я вам немного завидую у меня пенсия всего лишь двенадцать тысяч у вас на пять тысяч больше где вы ее заработали у меня стажу 30 с лишним лет и мне начислили когда я уходил на пенсию всего лишь восемь триста и ошибочно не доплачивали две тысячи пять лет пока я прошлый год не пошла а мне сказали ой тут немножечко ошибка добавили две тысячи но стало в итоге двенадцать тысяч пенсия у нас высоких пенсий нет здесь я делаю покупку раз в месяц и потом остается только на хлеб и молоко и коммуналку сильно не разбежишься но она ждет ответ я там под видео не стала отвечать вот татьяна иванова я вам отвечу у меня пенсия двенадцать тысяч вы наверное работали бухгалтером или хотите стать бухгалтером у меня одна женщина уже на канале была вела свою бухгалтерию и посчитала во сколько мне обошелся ремонт на веранде и тоже писала такой комментарий это надо же на сто десять тысяч сделала ремонт и еще на десять тысяч заказала пряжи но некорректный вопрос вот просто некорректно я считаю так вот по моему воспитанию я бы никогда не задала вопрос а какой у вас доход это не мое во первых дело а во вторых меня не учили прийти в чужой дом и спросить покажите ваш кошелек и откуда в нем деньги это нонсенс это ладно на пять шесть тысяч а четыре недели пять шесть тысяч я купила зайдите в мои видео посмотрите обзоры фикс прайс посмотрите обзоры как сказать то светофор и вы увидите какие мои покупки и обратите внимание когда выходило видео через какой период времени каждую неделю у меня покупки на четыре пять тысяч или между ними есть расстояние какое-то вам все станет ясно это раз а вторых девочки я хочу сказать и мальчики тоже мы все люди разные доходы разные доходы разные и траты разные и умение тратить деньги кому-то копить а кому-то тратить у нас у всех разные это раз ну а во-вторых я же не перед налоговой инспекции стою и отчитываюсь откуда у меня такие доходы ну мне никто не прислал я вам могу распечатку сделать по карте которая у меня стоит под видео карточка на ней восемь рублей вот когда были там перечисления тысячи тысячи я об этом говорила в видео когда я проходила холтер на сердце мне присылали одна девушка и вторая женщина по 1000 рублей да я их на холтер истратила за что людям огромное-огромное спасибо вы я не знаю может быть решили что действительно мне присылают кучу денег или что-то у меня пенсии у меня пенсия девочки мои уверенно тоже пенсия и у нас один кошелек на двоих у нас нету так это верно а вот это мое это колбаса будет моя а вот это верно у нас такого в жизни не было никогда милые мои это раз мне вот знаете до смеха бывает просто какие покупки я делала я их делаю и буду делать я живу не в шаговой доступности от продуктовых магазинов мне нужно пойти далеко далеко сходить за продуктами купить их навьючить как на верблюда на себя 20 сумок и принести или же в день несколько раз ходить и покупать по килограмму и носить к себе домой у меня наверное есть ребенок которому я должна приготовить кушать у меня наверное есть взять который работает частенько в моем районе и приходит бывает два раза в день копье неужели вы думаете я его не накормлю или так буду есть сама ему скажу пей чай но это же смешно абсурд просто абсурд девочки мои в конце концов я не понимаю я вот этого не понимаю у меня есть дети которые мне всегда помогают одна дочь старшая вторая дочь старшая третья еще маленькая третья еще маленькая еще не доросла до помощи но я знаю что она тоже будет вырастет и тоже маму свою будет помогать и никогда не бросит это зависит все от воспитания ребенка вот как нас воспитывали мама и папа с мамой случился инсульт у меня не встал вопрос где должна быть мама моя с братом жить с сестрой или со мной я поехала и забрала мать и привезла то же самое с теткой 70 лет человек устала она жила вот в этом доме она не стала справляться с огородом с домом с печкой у меня тоже не было вопроса я пошла забрала ее забрала к себе и мы ухаживали с дочкой старшей за моей мамой и за теткой я сливаю все мешаю девочки мешаю хлеб добавила воды теплой ложку дрожжей ложку сахара пол ложечки чуть поменьше столовой ложки соли и три ложки положила масло теперь буду ложить муку пополам светлую у меня от мельника и вот эту ржаную буду ложить ну вот вы знаете как доход вот у меня стоит домик отдельный я там держу всегда квартирантов уже много-много лет не переживайте налоги платятся и тетка жила платила налоги и мы так же живем и платим налоги пусть у вас душа не болит об этом на данный момент хотите вам расскажу про квартиранта вот когда-то он у меня жил когда-то он жил в течение наверное ну года два-три прожил потом убежал вниз там сдавали квартиру подешевле и он туда убежал ну убежал-убежал там продали дом у меня другой мальчик жил военный четыре года но его перевели служить на русский остров и добираться как бы далеко он нашел квартиру на русском острове там поближе к военной части потому что у нас город проблемный в зимний период если снег или гололед то все сразу город останавливается случается пробки аварии девчата это никуда не деть у нас такой ландшафт у нас сопки весь город стоит на сопках если даже вот уехать за город там есть равнины тот же взять уссурийск там ровно то у нас все-все в сопках у нас равнина кусками там на второй речке на спортивке есть равнина в центре там немножечко как бы ровная ровная земля так везде своперы вот эти сопки они добивают нас я живу в городе девчата на самой самой высокой с сопки в городе владивостоке она самая самая высокая ниже моей сопки в городе нет вот вот сколько-то там метров она над уровнем моря на самый верх если залазить мы туда с верой ходили то там там я муку все подсеиваю подкладываю сюда сейчас буду замешивать то там город весь вот так на ладони он просто на ладони давайте я вот сюда наверное встану чтобы вы хоть немножко видели что я делаю да а то неудобно сейчас мои хорошие вот так вот сдвинемся и вы будете видеть пока мука моя мука вот я темную сыпала не всю еще высыпала сейчас буду подсыпать если что а потом буду вымешивать ну вот хочу сказать то мысль потеряла отвлеклась что я живу на высокой высокой горе девчата очень высоко и каждый раз бегать то не набегаешься вот мой квартиран пришел жил 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 он пришел в мае этого года ой хозяева продают этот дом мне некуда деваться можно я к тебе придумал домик поживу ну как вы думаете вот можно человека я его знаю давно он живет здесь вот на базе работы у меня живу я знаю нормальный человек порядочный ну могу сказать что могу сказать чисто плотный но я его знаю по тем временам когда он у меня жил это раз девчата потом что что хочу рассказать то суть то не в этом вот он прожил лето да он платил за квартиру как все люди живут снимают жилье они оплачивают это жилье правильно с сентября сентября месяца он не стал оплачивать он не платит месяц он не платит два он не платит три естественно как хозяйка я его спросила а где деньги то на квартиру у меня нет благотворительности и я не могу пустить сюда жить просто так там же тоже отапливается светом и свет нагорает это же все ложится на мои плечи ну человек так сказал я съезжаю я не знаю что у него там приключилось я не знаю девочки я не знаю что я не знаю что человек или запил или что то на одной работе поработает то на другой работе поработает то на третьей вижу что нигде не удерживается на работе ой я туда устроился через два дня он уже не работает ой я туда устроился день проходит вижу он дома я говорю ты же работаешь нет я уже там не работаю я говорю а что ты гонор свой показываешь тебе за пятьдесят ты показываешь гонор как будто у тебя высшее образование и ты директор тебе никто нигде не будет держать он мне говорит я съезжаю платить нечем а долгу тридцать две тысячи накопил мне только за квартиру я говорю ну съезжай он съехал девочки он съехал буквально вот ой наверное перед новым прямо перед самым новым годом он съехал я еще его спросила а куда ты куда ты съехал он мне говорит я съехал в общежитие вот здесь у нас база и там есть общага построили общежитие для вот наверное таких рабочих кто приезжает в город Владивосток работают но своего жилья не имеют девчата Мишу сегодня в чеплашке не на столе ну я знаю что он живет там как бы душа спокойно человек ушел живет домик вы же помните я там ремонт такой делала всю чистоту девочки я зашла там срач такой ой прокуренный дом грязище ванище естественно зимой я там ну что буду опять же обои клеить или что-то делать конечно нет конечно нет это опять же до лета проходит январь проходит уже весь почти месяц да к первым числом февраля он мне звонит Таня можно я вернусь в твой домик Ира в чем дело мне же надо же спросить как то ты ушел тебя не выгонял ты сам ушел сказал что я съезжаю платить нечем я съезжаю а мне передают что да вон гонцов бегает за водкой он не работает я говорю ну это уже человек взрослый я ему не мама и не родственница даже чтобы я указывала как там человеку жить понимаете он пришел и мне объясняет что я пожил у одного у другого у третьего и там меня сейчас как раз пошли вот эти девчата морозы морозы сильные на улице холод ну как вы думаете вот что я должна сделать с этим человеком когда морозы он мне говорит знаешь все мол значит меня пинают выгоняют жить мне негде я даже на спортивке у китайца два дня ночевал в обувной будке это вообще ну так каково девчата но я же тоже я как чужую кошку кормлю мне жалко зима а это же человек по любому это же ну какой бы он не был пусть даже он ну опустился ну запил я не знаю но зима я не могла просто сказать нет вот ну не могу сказать это же он может замерзнуть просто напросто на улице вот он пришел пришел я уже не к тому он пришел живет февраль сейчас у нас что идет март март идет март месяц я ему говорю так ну ты работаешь да 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 я устроился вот здесь вот я работаю я все и долги отдам и все такое все будет хорошо я говорю ладно те долги тридцать две тысячи ты мне должен я тебе прощу я тебе прощу вон дрова лежат работа много мужика нету в доме помоги мне с дровами хотя бы их побить поколотить и сложить чтобы была немножко мне помощь какая-то да 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 прошел месяц зарплаты нет нету квартплаты нету вот на днях буквально он идет и стук 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 в окошко я говорю что ты работаешь да работаем прям допоздна ухожу рано и допоздна ну да я же вижу что света как бы такого нет смотрите тесто какое у меня получается видите темное вот будем хлеб печь темненький сейчас уже форму положу и буду его ставить на чтобы оно подошло вот вот можете как хотите судите меня плохая я хорошая но март сейчас он проживет март еще холодный месяц мне дети говорят мам зачем ты его пустила он тебе ни рубля не заплатит а ведь это мои деньги я теряю девчата я тоже живу небогато у меня ребенок на моих руках и мне тоже хочется чтобы она имела достаток и ни в чем не нуждалась ни в чем думаю ладно я вот сейчас март он проживет я посмотрю если человек не одумается если он не возьмется за голову свою не будет то есть работать оплачивать квартиру ну я буду вынуждена сказать тогда уже простите так и ищите себе другой жилье ну вот мука осталась чуть-чуть я ее смешаю сюда капелька темной а это выкинем вот бумажки все девчонки собираю в пакет потом сжигаю в печке а такой мусор какой ну бутылки вот это вот у меня бочка там стоит от бочки уже пол бочки осталось я сжигаю там вот во дворе чтобы это все сгорало вот это про квартиранту откуда у меня доход это все стоит пьесы оттуда доход девчата я вот этот доход с сентября недополучаю а ведь это доход у меня был ежемесячный ежемесячный я сделала там ремонт человек пришел мало того что не платит он еще мне и засрал домик после него мне придется опять же там делать ремонт представляете это уже не первый раз такое получается но еще раз объясню что я не монстр я не могу человеку сказать нет потому что ну зима это человек это зима и куда куда его под забор что ли тоже нельзя так поступать просто нельзя не по-людски я вот так скажу не по-людски я не умру хотя вот бухгалтеры считайте с сентября я а сейчас ты доча идешь иди иди а сейчас сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль это полгода по десять тысяч это уже шестьдесят тысяч я потеряла я их просто потеряла понимаете вот откуда мой доход доход а во вторых говорю мы покупаем мы покупаем мы покупаем продукты не каждый день и там тоже был такой вопрос ого сколько накупили или денег или денег много или от жадности или денег где во сне куда есть куда я вам показала как вода сегодня идет с подвала у меня есть куда девочки поверьте и подвал надо делать и сарай надо делать сарая ни одного нету все рухнуло все валяется а денег нет я не плачу и все делаю по мере поступления зарабатываю потихоньку собираем и тратим а кто как тратит это каждого проблемы личные просто личные нельзя нельзя так сказать куда ты накупила ой столько продуктов столько замороженных а едят лапшу доширак хотим и едим лапшу а вы не едите что ли ну мне вот это смешно Вер ты любишь лапшу доширак ты там умывалась точно молодец постель убрала вот опять же купите мясо на рынке приезжайте к нам в Владивосток сходите на рынок посмотрите почем у нас мясо даже на рынок ходить не надо надо зайти в любой мясной магазин я снимала магазин очень хороший возле моей дочки там обзор делала цен зайдите посмотрите там куры люди моего сословия пенсионеры живут не одно десятилетие на курах и не мечтают о мясе просто даже не мечтают потому что мясо говядина вообще за облачные цены свинина тоже спасибо у нас открылся светофор где можно купить кусок доступного мяса свинины но на рынке о чем вы говорите на рынке я пойду покупать по 500 и выше мясо окститесь я наемся мясо и месяц потом буду голодать эту кость от мяса ну это смешно еще был смешной комментарий зачем такую бумагу туалетную купили я так ржала девочки зачем такую бумагу купили думаю да вот вы знаете вот хоть мастер-класс сними по той бумажке я покупаю ту что нравится нам бумага нормально еще говорю она не рвется в руках а вы что покупаете бумагу которая расползается в руках тогда она вообще не нужна тогда сразу прямиком с унитаза надо идти под душ мой совет вам просто сразу идти под душ вот и все ну как можно вот такие вот комментарии писать вот девчата ну это вот ну это неразумно просто неразумно сейчас сейчас напишут мне Таня нет мне просто вызывает улыбку и больше ничего такие комментарии они меня не задевают один комментарий там какой-то был я его просто сразу удалила и все просто удалила вот да про бумагу вот я вам ответила вкратце сейчас руки помою покормлю завтраком Веру уже обедом ну обед у нас завтрак или обед будет вот и будем делать пиццу хлеб я поставила а пиццу замесим я покажу на камеру поэтому девчата я знаю кто со мной очень давно на канале я всех хочу поздравить у нас 21 человек 21 тысяча спасибо всем огромное они такие глупые комментарии не пишут они знают какие покупки совершаю я во что у меня одет мой ребенок как он одет у меня одет ребенок очень хорошо не пострушачье и не в одно вязаное у меня очень много вещей очень много мне даже учителя говорили я уже рассказывала об этом Татьяна Викторовна Вере надо бы поменьше я говорю что поменьше одежи она сильно разодетая ну каждый вправе выбрать сколько ему надо трусов сколько надо кофт сколько надо пуховиков у меня есть возможность есть деньги мне государство платит на веру деньги я их не трачу на себя или на тот же сарай я трачу их на ребенка мы живем на эти деньги вот ее пенсия моя пенсия и то что помогают нам дети а куда мне тратить позвольте я буду решать сама и что покупать есть мне заморозку или свежатину с этого с рынка но я выберу сама я вот этого не понимаю я не понимаю вот этого просто прошу девчат прежде чем написать что-то надо хорошо подумать чтобы не выглядеть самим смешно просто мы же все женщины все хозяйки в доме и как куда мне поставить ложку или плошку или чем застелить кровать каждый из нас выбирает в своем доме каждый наводит уют каждый варит по-своему каждый я говорю кто-то копит кто-то тратит кто-то имеет пять машин кто-то имеет пять холодильников а кто-то ничего не имеет вот бог послал кусочек сыра на сегодня и слава богу мы так слава богу не жили никогда чтобы у меня не было запасов до такого дня не было в жизни никогда в любые времена дома должен быть запас продуктов хотя бы минимальный это если в шаговой доступности магазин но если магазин так как от меня простите верт хочешь ходить каждый день в магазин нет конечно ну представляете вот я бы я 20 килограмм муки взяла вот посмотрим насколько мне ее хватит девочки вот уже я хлеб поставила вчера не пекла позавчера я пекла через день а бывает каждый день поэтому девчата каждый живем каждый вообще человек живет так как он может так как он привык так как он распределяет свой бюджет дебет кребет понимаете вот это вот неправильно я сказала дебет кребет я не бухгалтер но прошу бухгалтерами не быть и вам на моем канале надо считать чужие деньги это нехорошая черта и я даже не представляю как бы я пришла к соседу и сказала а какой у тебя доход сколько тебе приносит муж сколько тебе там пенсию платят и как ты тратишь деньги это по крайней мере но неприлично ладно мы пошли обедать так сейчас я мясо подсолю вот оно вовсю у меня тут бурлит пускай обжаривается и обжариваю сосиски а между делом потерла сыр ой сейчас колбаски нарежу помидорчики помою тоже их порежу для пиццы девчонки в общем было бы 10 порог и они бы были все заняты это так называется так столомку сейчас я поставлю папоротник собирается в мае вот по нашей погоде ну смотри какая погода в начале мая можно смотреть если ранняя весна теплая в конце уже апреля ну и вот прошлый год по моему числа до 15 мая он еще рос вот вот этот период а потом он уже перерастает и получается не такой не такой уже как бы не съедобный вот и есть дикий папоротник тоже растет его китайцы собирают вот но они собирают знаете что макушки из дикого он такой пушистый если в орлике там горошина на макушке а у дикого у него наоборот он такой раскрытый папоротник у меня даже в огороде по-моему есть вот но я показывала тоже лето придет я вам покажу оно вот и где болото там растет так я лук морковку закинула сейчас обжарим обжарим и буду нарезать колбаску для пиццы ну так все потихонечку я делаю заправим томат пасты кстати мне надо банку открыть у меня нету открытый а у меня есть соус какой-то я покупала стоит здесь сейчас мы его наверное откроем посмотрим что это за соус и просто погляжу в общем а то может быть им заправим вот девочки вот сейчас пока сготовлю хлеб спечется первое второе как говорится приготовишь и уже будет вечер и я что-то вот эти дни я устаю я знаю там шапки просят Анжела ты сегодня написала моя дорогая а я где же шапки хватит про еду ой ну сегодня может быть сейчас вот это вот сготовлю и пойду в первую очередь покажу шапки покажу шапки вам а потом уже Василек будет тогда у нас завтра сейчас учительница сбросила мне опять же требует справку от в театра завтра нужно в школе справка меня аж прям это уже бесит я ей написала ребенок принес вам справку что переболел месяц так сильно переболела у нее медотвод никаких говорю прививок без моего ведома боже из вас ставить скажет о Татьяна Викторовна сегодня сорвалась ну действительно ведь говорю не знаю все все позакрывали все учреждения у нас даже суд не работает девочки закрыли как они боятся то наше начальство кое-какое боятся заразиться все закрыли сидите дома а тут справка я должна поехать к физиатру взять справку я завтра позвоню ей я позвоню я даже не знаю мы уже давно снялись с учета как прием там мой врач как ведет утром или вечером в общем не знаю придется ехать ехать не ближе не свет это на столетии там пешком идти еще порядком ну а чё ничего не попишешь будем исполнять что сказала учительница пусть готовится так а я сейчас помою помидорки этим временем девчонки хочу вот такой три кабаланье соус я про него забыла это точно у нас много продуктов что мы про них забываем сейчас посмотрим готов к употреблению а я может быть им зажарю да тут с прикрасками просто ой сейчас поглядим он запечатанный это я тоже покупала в светофоре девочки сейчас я вскрою надо помешать надо помешать надо помешать сегодня разговаривала с дочкой с Катериной у них же границы закрыты девочки границы закрыла Америка ни въезда ни выезда там нету ну я и написала как ты моя доченька держи меня в курсе чтобы хотя бы раз в три дня ты мне скидывала сообщения о своем здоровье и как как дела мне больше большего не нужно чтобы мать была спокойна но это мой ребенок хоть ей 40 лет для меня они маленькие дети мои она говорит девчата в Америке вот эта неделя говорит ого у меня какой холод в холодильнике видите аж лед замерзло аж надо убавить сейчас я это выкину да прямо лед 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 вот это да а че так холодильник морозит у меня сильно внизу надо убавить ну я сегодня убавлю она и говорит мама мы то русские прорвемся чувствуете девчата вот а американцы в панике вот эта неделя такая тяжелая была рестораны закрыли они же привыкли кушать фастфуды вот это все ресторанную еду поэтому американцы не готовят в основном дома понимаете они все покупают готовую еду перекусы вот эти Катя говорит я готовлю сейчас еду сама вот что где проявляются русские корни в одно время она то же самое говорит буду я заморачиваться когда пошел купил и все есть готовая понимаете ну вот наступил такой момент когда именно нужно применить и свое умение сготовить о девочки да тут специи просто все сюда пережарим ой страшно конечно они говорят они же в таких ситуациях как она сказала мы помним свое советское прошлое ну то есть и девяностые года дети то мои были уже подростки они помнят это и уже ничего как говорится на белом свете не страшно русским понимаете мы все пережили переживем и это вот живы будем не помрем называется а вот для них да это трагедия что все закрыто вот что-то насчет карантина я и не спросила девчат но она сказала что я хожу гуляю выхожу дышать воздухом надо это в калифорнии паника страшная страшная паника у нас нету паники у нас и не может быть потому что действительно уже 90-е года вон какие страшные мы прошли мы уже прошли девочки что уже боятся чем нас еще пугать будут ой колбаса вот такая у меня краковская не понравилось девчата вот эта колбаса не понравилась вот сейчас я ее на пиццу пущу на пиццу пущу а так она у нас зависла две рульки это со светофора такую колбаску больше брать не буду она как бы вам сказать ну пресная очень пресная безвкусная вот таким образом я отвечу поэтому лучше я молочный возьму колбасы и сухая у нас она завалялась кусок уже высохла нечем ее угрызть поэтому я этот раз даже и не брала брала вот сосиски сардельки и взяла молочку сейчас картошку сливаю девочки сливаю картошечку и закидываем туда что-то я тоже сегодня вот эту колбаску я думаю тут я на пиццу сейчас оставлю немножко ну и что она чтоб не болталась девчата я ее сейчас тоже обчищу шкурку эту снимем и мы ее сюда прям закинем в эту колбасу обжарим правда и сделаем солянку в картошку вместе с сосисками запустим и ее не хочется мне завтра вот в эту больницу переться очень далеко потом оттуда ехать в школу еще ну поеду съездил что делать-то а потом мне кардиологу аж 26 числа только поехать пройти своего врача что там еще скажут ну кровь мочу сдать вот это может послать может не послать я скажу давайте мне на холтер потому что год прошел надо проверить сердце как 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 у меня там дела как дела сердечные все нормально я знаю что все будет хорошо все будет нормально вот я не допускаю там мысли такое как знаете нас пугают что все пенсионеры вымрут нет девчата мы все будем живы и здоровы пусть не ждут когда пенсионеры помрут шкурки отдала коту ну вот моя колбаса сейчас я ее тоже вот так кусочками порежу но она зависла девчата у нас зависла никто ее не ест пресная просто пресная какую-то либо остротинку добавили сюда или что-то такое вот видите у меня пошла кровь чуть задела руку сейчас надо мыть идти и моментом сразу же господи сейчас таблетки пью разжижающие если небольшая царапина будет идти кровь и глаза капаю девчата капаю три раза в день в каждый глаз по одной капельке вот эти слези ну вроде знаете вот это вот резь в глазах она ушла у меня а то же вообще я вставала у меня все сливалось в глазах и резь была непонятная ну вот сейчас еще пережарим это а этот кусочек я сделаю пошла руки мы девочки видите кровь вон она идет ну вот ой прилепила бумажку хотя бы так тут у меня сейчас пережарится ой зажарка и в этой же наверное сковороде в этой наверное я буду делать пиццу или в той побольше у меня сковородка еще есть да может быть в той приготовим сейчас мне осталось для пиццы сделать я сыр порезала помидоры помыла колбаску порезать на улице солнышко выглянуло с утра было пасмурно пасмурно девочки ну вообще погода какая-то паршивая сейчас солнышко выскочило вижу пока буду резать колбасу так мои хорошие зажарка у меня уже готова пережарилась вот этот соус сам главный соус пережарился хорошо я сейчас эту печку выключу в духовке у меня стоит хлеб а в моем утятнице или как ее хотите назовите у меня это я отключу сейчас это сюда поставим вот моя утятница видите я в мясо добавила картошки но и вода у меня водичка вот она я без воды но не люблю уже показывала у меня и в солянке была немножко вода потому что когда уже готовое блюдо постоит оно гуще получается она густеет то есть это пусть кипит томится разваривается картошка там мясо потом уже когда будет почти готово я заброшу туда зажарку добавлю лаврушку ну и зелень все что туда нужно а я этим временем сейчас буду делать тесто для пиццы принесу другую сковороду и буду на камеру показывать девочки не мой рецепт я уже делала подсмотрела в интернете не знаю даже чей ну это и не столь важно сейчас все есть в интернете вот Вера просит мам приготовь я говорю сейчас сделаем было бы сказано я вот колбаски накрошила накрошила сыру хватит на сковородочку и помыла три маленьких помидорчика потом их прям парирую буду укладывать сейчас будем готовить тесто это пусть готовится пока а мы перейдем на тесто девочки между тем как у меня тут готовилась я готовила с вами пиццу пицца стоит на плите картошка тушится с мясом я добавлю сюда сейчас вот приправки у меня такая вот куриная приправочка китайская у китайцев покупала она очень вкусная сейчас я вам покажу ее поближе вот такая крупинки курица нарисованная была прям курица вот ее добавляю а вот вот она курица на приправе на пакетике вот такая курочка нарисована так соки я добавила лаврушку туда кинула чуть-чуть добавлю красного перчика чуть-чуть девчонки чутку вот в связи с этим гриппом ли коронавирусом ли нужно ложить и перчик и чеснок хотя смотрела вчера программу это ничего не действует и ложим сюда нашу колбаску зажарку так забыла сейчас ложечку поменяю чтобы не шкребла ложка ну а полоснуть то я ее не ополосну этой ложкой все равно мне надо железную вот так это я делаю всегда сковородку так как бы обмываю я не знаю так делала мама так делаем мы всю жизнь может кто-то по-другому а я так все это в мойку сковорода а это сейчас все перемешаем и пускай соль дотушивается вот вот моя картошечка девочки она уже почти готова тут курица колбаска копченая и сосиски получается картошка у нас сборная опять же это была солянка теперь просто картошка девочки вот соль я добавила лаврушечки две штучки сейчас зелень еще кинем и пускай она еще у нас покипит потушится потом на соль попробуем и все и все девочки и будет у меня все приготовлено и пицца наша готовится и хлеб скоро будем смотреть я уже убавила печку до 200 градусов на хлебе сейчас буду заглядывать девчата как там мой хлеб себя чувствует но еще рановато какая будет вкуснятина представляете вот мой казанок хоть мы вдвоем живем но я всегда готовлю с тем расчетом кто бы не пришел я всегда смогу зайти в свой холодильник залезть и накормить всех вот чтобы не было проблем чем мне покормить моего зятя или дочку или кто к нам зайдет пусть готовится вот наша пицца видите вот такая красотка получается пускай сидит доходит а я загляну пока в хлебушек потом вам покажу мои хорошие что у меня как будет готова картошечка и хлеб ну пиццу тоже покажу все покажу ну что будем смотреть спекся ли мой хлебушек сейчас девчата ребята готовы готовы вот моя видите чистенькая но горяченькая пусть она остывает вот мой хлебушек мой какой классный запах девчата на всю 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 кухню даже наверх все совершенно сухой нож вот я засовываю вытаскиваю хлеб готов давайте взвесим ну хлеб резать не будем пока он у нас не остынет я сейчас хочу взвесить сколько у меня обычный хлеб у меня обычный хлеб получается девчата где-то семьсот семьсот пятьдесят грамм сейчас я весы достану и мы с вами взвесим его ну вот девчата я вывела на ноль сейчас быстренько поставим потому что он горячий семьсот семьдесят три грамма вот такой хлебушек видите я делала надрезики вот он девчата очень вкусный хлеб шикарный ну мне уже вам не рассказывать про хлеб потому что все знают все пекут я получаю я получаю девочки ваши фотографии хлеба вот держу но он горячий запах девчата видите темненький хлеб не такой белый Вера меня спрашивает сегодня мам ты какой хлеб замесила я говорю темный она говорит во 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 правильно больше нравится ей темный ставлю вот на такую решетку девчата ну можете на дуршлаг поставить на что угодно чтобы только не на плоской поверхности иначе он станет мокрый мокрый и дать ему полностью остыть сейчас пока у меня пицца пока картошечка доделывается он остынет вот у меня полотенчика вот оно висит на дверке я его укрываю пойду на тот стол вот в таком положении оставляю мой хлеб остывать ставлю пускай стынет хлебушек хлеб замечательные девчата вот я хвостушка с хлебом конечно ну потому что я уже говорю я уже говорила я 20 лет уже не покупаем хлеб вот вот от этого надо и клясать почему я заказываю муку ха 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 помногу раньше муки раньше помните сколько было какие мешки были 50 килограммовые и рис был тоже на по-моему 25 килограмм ну тоже такие большие мешки а масло было 18 литровое такая железная пляжка вот по звонку заказывали вот и тетки сюда и нам в квартиру мешок муки мешок сахара мешок риса это обязательные были покупки ну и ящика корочка буша были вспомните девочки уже все так жили вот это вот ну и у нас мама жила мама в детском доме была и где только не была и в людях была и мама всегда у ней была цель такая по жизни не тряпки покупать а чтобы дети были всегда сытые муж дети ну семья всегда у нас всегда были в первую голову масло сливочное сахар мясо молоко и это в обязательном порядке а уже потом думали о нарядах понимаете как потому что это люди жили в такой войну голодное время пережили и это нам прививалось поэтому девочки мои дорогие мы и сестра моя и брат с женой и мы и дети мои вот дочка мы без запасов не живем вот ну вот сейчас сейчас минутку простите я начинаю чихать извините девчата не успела камеру выключить чих пошел ах какая картошка красивая но она и вкусная девочки сейчас я буду пробовать на соль все картошечка тоже готова ну пусть еще покипит сейчас мы попробуем я вам покажу ее поближе налью покажу сейчас я попробую ее на сольку так девчата я наливаю вере картошку сейчас вам покажу ей побольше конечно нужно с колбасой чем с курицей на курицу видите тоже мясо не хочет есть но все равно положу и курочку вот такая у нас картошечка получилась видите она жиденькая потушилась жидкая готовьте девчата это очень вкусно полезно без горячего жить просто невозможно хлеба должно быть ежедневно вот а я сейчас чуть-чуть еще мне и пицца моя будет готова и я вам покажу всем приятного аппетита и всем здоровья ну вот мои хорошие наша пицца полчаса была у меня на сковородочке сейчас я ее буду вытаскивать она уже девчата готова вот сейчас сейчас где-то у меня зуботычки не найду куда-то не делись ладно мы ножом будем смотреть все девочки тесто прожарилось пропеклось полчаса было и сейчас я буду ее вытаскивать вот на сковород на такую миску свою и вам покажу мои девочки мальчики что уже у нас получилось вот такая так сейчас девчата надо тут немножечко опа поменять штуку запас и и вот такая красота у нас получилось смотрите вон донышко на кипяток вон донышко видите вот такая вот такая красотища готовьте мои девочки мальчики очень мало времени занимает но полчаса она у меня была на плите все приготовить 10 минут и полчаса пока на на четверки я прям включала вы смотрите по своей духовке на раскаленную духовку тесто выливаем и быстренько быстренько все засыпаем и вот она готова сейчас будем разрезать сейчас я разрежу и положу на тарелочку и пусть она остывает нет этим ножом я не буду тут ребристый у меня нож он для овощей ну вера счастливая сегодня будет мама наготовила пиццу то что она очень любит ой горячие девчонки вот что что конечно надо давать остывать а я видите тороплю события тороплю вот так выглядит вот так выглядит кусочек вот так вот он выглядит дно и вот так видите все пропеклось девчата и ребята у меня у самой побежали просто слюнки да девочки сырок растаял ой самые простые продукты колбаска сыр и помидор сметана мука и соль все а сейчас ставим на стол и я вам покажу как это выглядит все я это видео буду заканчивать мои дорогие два видео снимала сразу всем огромное спасибо кто со мной был до конца послушал меня поставил пальчик вверх подписался на канал кто еще не подписан подписывайтесь будет интересно будем много разговаривать будем общаться будем дружить ну и конечно же будем готовить без еды мы не туды и не сюды мы кушаем каждый день а всем приятного приятного аппетита здоровья удачи не болейте берегите себя и пусть вам жизнь только улыбается всем пока пока с вами была ваша татьяна пока ну вот мой ужин у нас пять часов это не последний это полдник наверное скорее всего готов приготовила вот вере по кусочку но это пусть остывает сейчас я налью чайку или кофейку кто что захочет вот смотрите девочки что у меня получилось видите с водичкой так же вот и у веры обязательно водичка присутствует это вкусно я зову ребенка кушать всем вам приятного аппетита и до новых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки пальчики вверх а я вам желаю всего самого самого-самого доброго до новых встреч с вами была ваша татьяна пока пока